Избирательная комиссия Приморского края активно готовится к выборам губернатора с 8 по 10 сентября. За два дня до выборов бюллетени окажутся в избирательных участках. В свою очередь уже 13 тысяч приморцев написали заявление на голосование по месту проживания. Избирательный участок можно изменить через МФЦ, госуслуги и через любую территориальную избирательную комиссию. Избиратели выбирают удобный способ для голосования. Очень часто сейчас пользуются уже совсем не новым методом, способом, технологией. Это голосование по месту нахождения, которое стало альтернативой открепительным удостоверениям. У нас заявились уже 13 тысяч. Также идут восстановительные работы в местах затопления избирательных участков. Мы над чем сегодня работаем? Над устранением тех последствий, которые принес нам тайфун Ханун. Мы ситуацию оценили. У нас получилось 4 затопленных помещения в Уссурийске. На сегодняшний день все они отмыты, находятся, ну их сушат. То есть 3 из них уже точно будут готовы к голосованию. Четвертое помещение тоже нам обещают, что оно будет готово. Там требуется косметический ремонт. С этим работают. Избирательная комиссия Приморского края готова к проведению выборов в неблагоприятных погодных условиях. Также комиссия, конечно, обращается в МЧС, обращается в Гидромет за прогнозами. Исходя из этих прогнозов будут приниматься какие-то решения. И в случае, если мы будем понимать, что проблемы будут таковы, что организовать голосование в день голосования невозможно, то, конечно, комиссия примет решение об организации досрочного голосования. Заявились на досрочное голосование пока 4. Это Красновмейский район. Мы также понимаем, что Красновмейский район часто страдает из-за потоплений. И вот 4 участка традиционно они у нас голосуют досрочно. Напомним, голосование на выборы губернатора Приморского края пройдет в течение трех дней. С 8 по 10 сентября 2023 года. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на восьмом.